Жар-птица – символ девятых Сибирных хоровых игр. По мнению представителей российской части Уркомитета, именно этот сказочный персонаж символизирует культурное и этническое многообразие страны, а каждое перо олицетворяет отдельную народность, проживающую в России. Пока символ Певческой Олимпиады – это только рисунок, но скоро такие же жар-птицы, но уже в виде сувениров, разлетятся во все концы мира вместе с участниками и гостями хоровых игр. Главными событиями 10-дневного певческого марафона станут открытия и закрытия игр-форума Всемирного хорового общества и парад участников. Парад нации, который пройдет 12 июля и начнется он от зимнего театра в 19 часов. Все представители всех стран пойдут со своими флагами, со своей атрибутикой, в своих национальных костюмах и парадом пройдем по курортному проспекту до улицы Паярка, свернем на Несербского и все вот такой дружной большой компанией мы вольемся на площадь, на территорию Южного мола, где будет большой праздничный красивый концерт Всемирных хоровых игр. Церемония открытия и закрытия хоровой олимпиады пройдет в ледом дворце Большой. Как уже известно, в Сочи на игры приедут 283 хора из 36 стран мира. Самая многочисленная делегация из Китая, более 5000 человек, это 100 коллективов. Честь России будут защищать 119 хоров. Для проведения конкурса задействуют 7 площадок. Самая протяженная из них это улица Новогинская. Там оборудуют три зоны для так называемых дружественных концертов, большинство из которых будут свободны для посещения. И у всех жителей и гостей курорта будет уникальный шанс своими глазами увидеть единственное в своем роде культурное событие. Глава города подчеркнул, подготовка на финишной прямой уже через неделю в Сочи начнут прибывать организаторы и участники. Естественно, что где они будут проживать, они естественно там будут гулять. И эта среда должна быть под особым контролем. Значит, управляющие компании на время проведения должны быть переведены в этих зонах просто на режим круглосуточный и убирать все 24 часа. Во время хоровых игр особое внимание безопасности. Но все охранные меры не должны отразиться на настроении гостей и участников, отметил мэр. Такой опыт у Сочи уже есть. Зимние Олимпиады 2014-го. Елена Всецна, телекомпания ФКТ. Не должно быть.